Продолжение следует... В этом году мы будем праздновать четверть века, 25 лет на рынке образовательных услуг. День рождения у нас, если кому-то интересно, 10 ноября. Это день правоохранительных органов. Поэтому приходите, будем вместе праздновать, отмечать такую дату замечательную. Это вот тоже информация о том, что у нас очень много выпускников. Вполне возможно, что вы станете миллионным выпускником, потому что выпускники имеются в разных курсах, поэтому у вас есть такая возможность. Много корпоративных клиентов, более 80 учебных классов, преподавателей и того больше, более 250 преподавателей, штатных и нештатных, все стараемся. Для вас и более 1000 курсов. Информация о себе. Зовут меня Ольга Юрьевна Светлышева. Я являюсь кандидатом в юридических наук и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. Также я член Национального союза кадровиков. Работала в разных направлениях и преподавателем, и директором персоналу. Начинала в HR с рекрутинга и выросла до директора по персоналу. Консультирую на сегодняшний день по разным вопросам, касающимся HR менеджмента. Я являюсь автором аналитических материалов в кадровых журналах, в частности, в кадровое дело пишу, в охрану труда. Если вы читаете эти журналы, то, возможно, видели мои статьи. На специализированных HR сайтах также публикуюсь и веду вебинары по проблемам управления персоналом. Удовольство и кадровое дело не только в нашем центре, но и вместе с нашим центром, с нашими партнерами мы проводим вебинары. В частности, с кадровым делом и с программой 1С и так далее. Ну и также в нашем центре я разработала несколько авторских курсов, семинаров. Приглашаю вас посетить их. Сейчас вы видите схему прохождения курсов по кадровому менеджменту. Эта схема расположена у нас на сайте, вы тоже ее можете найти. И тот вопрос, который мы будем сегодня обсуждать с вами, он касается курсов кадровой работы в современной организации первого уровня, кадровой работы в современной организации второй уровень и кадровой работы в современной организации третий уровень, внутренний аудит кадровых документов. Ну и частично, может быть, он касается еще и подготовки к проверке государственной инспекции труда, ну как прикладной такой вопрос. Документы об окончании, которые получают наши слушатели, это свидетельство нашего центра об окончании курса. Также вы можете получить сертификат международного образца, диплом о профессиональной переподготовке и удостоверение по высшим квалификациям. Все вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам, к нашим администраторам, они с удовольствием вам расскажут, каким образом вы сможете получить эти документы. Тема сегодняшнего вебинара «Правила предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков в 2016 году» и вопросы, которые мы обсудим. Мы выясним, какие виды отпусков предоставляются работникам в 2016 году, как правильно оформить основные ежегодные оплачиваемые отпуска, можно ли отозвать работника из отпуска в связи с производственной необходимостью, должен ли работодатель продлевать или переносить отпуск в случае болезни сотрудника, можно ли заменить предоставление отпуска денежной компенсацией, как правильно рассчитать количество компенсаций за неиспользованное основление дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков при вольнике, и, наконец, какую ответственность несет работодатель за нарушение правил предоставления отпусков. Кроме того, я приведу примеры из судебной практики, возможно, вам тоже это будет интересно. Итак, вопрос первый. Какие виды отпусков предоставляются работникам в 2016 году? Мы не будем голословными, потому что мы работаем на основании каких-то нормативных актов, и если в нормативном акте, в частности в трудовом законодательстве, согласно 5 статье Трудового кодекса, к трудовому законодательству относится Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и иные нормативные акты. Так вот, мы будем ссылаться именно на эти документы, в частности на Трудовый кодекс. В Трудовом кодексе Российской Федерации перечислены следующие виды отпусков. Это ежегодный основной оплачиваемый отпуск, ежегодные оплачиваемые дополнительные нормальные и удлиненные продолжительности, дополнительные отпуска с охранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком и отпуск без сохранения заработной платы. Сегодня мы акцент сделаем на ежегодном основном оплачиваемом отпуске, но когда будем рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск при варенье, то, естественно, нам придется учитывать еще и отпуск по беременности и родам по уходу за ребенком, потому что здесь есть свои особенности. И, конечно же, отпуск без сохранения заработной платы, безусловно. Второй вопрос. Как правильно оформлять основные ежегодные оплачиваемые отпуска? Для того, чтобы понять, как правильно оформлять, нам нужно понимать, что из себя представляет основной оплачиваемый отпуск. И здесь есть простые правила. Ну, например, одно из правил заключается в том, что отпуск предоставляется работнику ежегодно. Это 122 статья Тодавого кодекса. И в случае, если работнику не были предоставлены отпуска, то работодателю придется оплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Мало того, что это нарушение права работника, за которое государственные инспекции труда и лесу могут взыскать штраф с работодателя, потому что это нарушение, согласно статье 5.27 Кодекса административных правонарушений. А с другой стороны, могут быть более серьезные последствия. Ну, например, работник в связи с тем, что он не использовал ежегодно оплачиваемый отпуск и не отдыхал, у него могут обостриться хронические заболевания, либо он приобретет еще какое-нибудь заболевание дополнительное. И здесь уже более серьезная ситуация, и работодатель обязан будет ему выплачивать, опять же, по решению суда, еще и моральный и материальный вред. Поэтому работодатель должен понимать, что исполнение закона – это вентиляция в первую очередь работодателя. Когда работник находится в отпуске, согласно 114 статье Тудового кодекса, за ним сохраняется место работы должность, то есть работодатель не имеет права уволить данного работника по инициативе работодателя, и сохраняется средний заработок. Отпускные рассчитываются до отпуска за три дня. Еще один очень важный момент – то, что продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. То есть мы учитываем все дни и в субботу, и в воскресенье, если у работника пятидневная рабочая неделя, за выходными в субботу и в субботу, в субботу и в субботу тоже всегда включаются, но не учитываются ни рабочие праздничные дни, о них есть, сейчас тоже расскажу. Самый короткий отпуск составляет 28 календарных дней, согласно 115 статье Тудового кодекса. Есть категории работников, у которых более длинный отпуск, но самое короткое, самое меньшее количество дней отпуска – это 28. Это тоже важно понимать, потому что, когда работодатель задает вопрос, а как быть, если работник отработал полгода, и у него наступило право на предоставление ежегодного плачевого отпуска, сколько дней ему представлять? 14, сколько он заработал реально? Или 28? И правильный ответ, конечно же, 28, согласно 115 статье Трудового кодекса. Вместе с дополученным отпуском максимальным пределом не ограничивается, согласно 120 статье Трудового кодекса Российской Федерации. Вот мы рассмотрели какие-то особенности, а теперь выясним, что такое рабочий год или период, потому что там можно понимать, как рассчитывать, например, компенсацию при управлении работника. Независимо от того, какая продолжительность отпуска работника, 28 кандидатных дней, 36, 42, 56, в любом случае это все входит в стаж дающий право на ежегоднооплачиваемый отпуск, и рабочий год начинается датой фактического начала работы, обратите внимание, не оформления на работу, а фактического начала работы, и заканчивается на следующий год на один день раньше, потому что дальше уже идет следующий период. Пример. Дата приема на работу 1 апреля 2015 года. По графику отпусков работник идет в отпуск 1 июля 2016 года, в 2016 году. Теперь посмотрим, как это рассчитывается. Нас интересует рабочий год, да? Мы видим, что количество дней отпуска может быть разным, а начало периода и окончание периода всегда одинаковое. отпуска начинается днем фактического начала работы 1 апреля 2015 года, а заканчивается на следующий год, в 2016 году, на один день раньше, 31 марта 2016 года. Во всех случаях период будет одинаковый, потому что отпуск, вы видите, да, он входит в этот период. В чем разница? Разница в продолжительности дней отпуска заключается только в том, что отпуск будет более продолжительным и выход на работу будет в разное время. Например, если отпуск 28 календарных дней, начало 1 июля 2016 года, прибавляем 28 календарных дней, и получается 28.07.2016. То есть это последний день отпуска. На следующий день, 29 июля, работник должен выйти на работу. В случае, если отпуск 36 календарных дней, то прибавляем к 1 июля 36 календарных дней. И последний день отпуска, 5 августа 2016 года, выход на работу 6 августа 2016 года и так далее, 42.56. Повторяю, что рабочий период в любом случае будет у них одинаковым. Нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются. Что это означает? Это означает, что в статье 112 у нас перечислены нерабочие праздничные дни. Это государственные праздники, которые гарантируют государство, отдых, которые гарантируют государство. Январские праздники, новогодние каникулы. 7 января – Рождество Христово. 23 февраля – День защитника Отечества. 8 марта – Международный женский день. 1 мая – праздник весны и труда. 9 мая – День Победы. 12 июня – День России. И 4 ноября – День народного единства. На что хочу обратить внимание. Если период отпуска попадает на эти праздники, то мы эти праздники не считаем. Мы указываем то количество календарных дней отпуска, которые работник использует, допустим, 28. Но, естественно, он будет выходить на работу на 1, если это праздник из одного дня состоит, или на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дней позже, чем заканчивается его отпуск. Например, как рассчитать дату начала и окончания отпуска, если он приходится на праздники. Дата приема на работу – 1 апреля 2015 года. Количество календарных дней отпуска – 28. Начало и окончание периода одинаковое. Разница заключается в том, что мы берем отпуск в разные периоды. Например, первый работник использует отпуск 23 декабря 2015 года, и на этот период, 28 календарных дней, попадают какие праздники? На вагоне, в каникулы. Совершенно верно. То есть мы прибавляем 7 дней плюс Рождество, 8 дней, и дата окончания отпуска – 26.01.2016, на работу – 27.01.2016. Здесь какой праздник у нас? 23 февраля, здесь 8 марта, дальше майские праздники. Сколько их? Два. Первый и девятый, совершенно верно. Дальше у нас идет 12 июня и 4 ноября, совершенно верно. Вот, пожалуйста, эти праздники. Бывают случаи, когда федеральным законом праздничные, вернее, не праздничные дни, а выходные дни в связи с праздниками переносятся на другую дату. Ну, скажем, с январских праздников могут перенести на майские праздники. Да, один или два дня и так далее. И вот тогда у наших кадров работников возникает вопрос, а как же считать нам количество дней отпуска, если федеральных законов были перенесены эти дни? Ответ очень простой. Он заключается в том, что мы считаем, отпуск рассчитывается в календарных днях и переносится тоже в календарные дни, то есть выходные, субботу или воскресенье переносится. А мы считаем, вернее, засчитываем в количестве дней отпуска только праздничные дни, они не изменяются. Следовательно, независимо от того, были переносы, не было ли переносов, мы всегда считаем одинаково. Понятно, да? Хорошо. Далее. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. То есть работник фактически начинает работу, зачем отчитывается шесть месяцев, и после этого у него возникает право. Что делать работодателю? График отпусков этого работника, допустим, не включили, потому что он был принят на работу после утверждения графика отпусков. График отпусков мы утверждаем не позднее, чем за две недели до начала нового календарного года. Например, 15, 16 или 17 декабря работник оформлен на работу на 17 или 19 декабря или в январе. А в июне у него уже наступает право на использование первого отпуска. Как выйти из этой ситуации? Работник имеет право, поскольку это право работника, это написать заявление с просьбой о предоставлении данного отпуска. Но окончательное решение будет принимать работодатель. Если работодатель может отправить его в отпуск в это время, замечательно, он пишет, да, пожалуйста, и предоставляет отпуск по заявлению работника. Но также работник... Да, уважаемые коллеги, давайте договоримся, вы пишите, пожалуйста, свои вопросы, да, но я отвечу на них уже после вебинара. Как договорились, это я как вебинариста. Пожалуйста, да, пишите вопросы, чтобы не забыть, я обязательно отвечу на них. Но согласно 123 статье Трудного кодекса, график отпусков обязательен как для работника, так и для работодателя. И очередность отпусков предоставляется именно по графику отпусков. А поскольку он попал в этот график отпусков, значит, по обоюдному согласию. То же самое касается и разделения отпуска на части. Работник и работодатель могут вести переговоры по поводу того, что работник будет использовать книги, если отпуск 28-30 дней, как ему, собственно, это его право по сечению 6 месяцев, а разделить на части. И тогда работник пишет заявление. Прошу предоставить мне отпуск за первый год работы в связи с тем, что истекли 6 месяцев неперерывная работа у данного работодателя в количестве 14 календарных или 10 календарных и так далее. Но еще раз повторяю, что окончательные решения все-таки заработодатели будут в этой ситуации. По соглашению сторон, оплачиваемый отпуск может быть предоставлен до истечения 6 месяцев. В случае, когда работодателю невыгодно предоставлять отпуск после 6 месяцев, когда предоставит такая возможность, право наступит, то они могут договориться с работником о предоставлении отпуска до 6 месяцев. Но здесь есть серьезный риск. Риск для работодателя, конечно же. Риск заключается в том, что если работник отработает, предположим, в 3 месяца, и работодатель предоставляет ему оплачиваемый отпуск, он же оплачивает, то работник может уволиться по окончании отпуска, и у работодателя не будет возможности удержать с него аванс, деньги за отпуск, использованный авансом. Это действительно риск. Есть определенная категория работников, в котором работатель не имеет права отказать от предоставления отпуска до истечения 6 месяцев. Это женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него. И теперь я хочу обратить ваше внимание, что здесь имеется в виду именно отпуск по беременности и родам. Не отпуск по ходу за ребенком, а отпуск по беременности и родам. Это два разных вида отпуска. И работники в возрасте до 18 лет, также работники, установившие ребенка детей в возрасте до 3 месяцев, и в других случаях предусмотренных законодательством. Ну а далее, когда истечет уже первый год, отпуск за второй, в последующие годы работы, ну, можно предоставить в любое время в связи с очередностью предоставления отпусков. Согласно 123-му статье Турдамо-Кодекса. Пример. Мы принимаем работника на работу 1 апреля 2015 года. Право на отпуск за первый год работы у него наступает за период с 1 апреля по 31 марта 2016 года. Он использовал его в октябре, как раз у него, да, право наступило, в последующие 6 месяцев он использовал этот отпуск. А по графику отпусков на 2016 год работодатель начал в декабре разрабатывать графику отпусков и задумался, когда же ему предоставлять. Тоже в октябре или в ноябре, потому что истечет год, или в какое-то другое время. В результате установили, что отпуск будет использован за период с 1 апреля по 31 марта 2016 года, то есть за второй период, будет предоставлен в июне 2016 года. И вот здесь работник берет отпуск авансом. То есть у него начинается период 1 апреля, он отработал 2 месяца и уже использовал этот отпуск. Тоже авансом идет. Тут такая вот накладка. Для работодателя это тоже определенный риск. Все он связан, я уже объяснила. По поводу разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Это может произойти, но только по соглашению между работником и работодателем. И желательно, чтобы вот это согласие или пожелание работника было зафиксировано в письменной форме. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Согласно 125-й статье, неважно какая часть, первая, вторая, третья, пятая, неважно. Главное, чтобы не менее 14 календарных дней. Для работодателя невыгодно предоставлять отпуск частями по следующим причинам. Первое. Если работникой предоставляется отпуск в количестве 28 календарных дней, то есть сразу весь, в этом случае работник использует кто входит в этот отпуск и выходные дни суббота и воскресенье. В случае, если работник использовал свое право на первую часть отпуска 14 календарных дней, остальные, скорее всего, он будет использовать в среде недели, в рабочие дни. Таким образом, суббота и воскресенье, вот эти 4 дня, они выпадают. И работник реже на 4 дня будет появляться в течение года на работе. Это первый минус. А второй, это, конечно же, трудозатраты. На оформление отпуска тратится определенное время. Тратит кадровый работник, возможно, руководитель структурного подразделения, который подписывает заявление, общается с работником на эту тему. И, конечно же, бухгалтеран. В результате получается, ну, даже если 10 минут в совокупности, хотя гораздо больше тратится на оформление отпуска, мы берем 10 минут, работник берет, использует отпуск не сразу, один раз в год, а несколько раз, тогда получается, если один раз оформить отпуск, мы потратим 10 минут, если два раза, то уже 20 минут, а если он использовал 15 раз отпуск, 14 плюс по одному дню, умножаем и получаем вот такую сумму. То есть трудозатраты тоже достаточно велики. Еще 4. Что касается совместителей, отпуск для лиц, работающих по совместительству, да-да, спасибо, Светлана, за вопрос, обязательно отвечу на него. Отпуск для лиц, работающих по совместительству, согласно 286 статье, предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Если это внутренний совместитель, у нас проблем не будет, у нас график отпусков, и мы понимаем, когда он пойдет в отпуск. Если это внешний совместитель, вот здесь трудности. Мы, конечно, можем запросить выписку из графика отпусков на основном месте работы, но работник имеет право не предоставлять, потому что в данном законодательстве об этом ничего не сказано. Если на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, то мы предоставляем отпуск аванса. Ну, например, он сообщает нам, что по основному месту работы у него уже наступило время отпуска, и он уходит сегодня в отпуск. На нашем месте он отработал всего 3 месяца, предположим. В этом случае мы предоставляем аванс, и это тоже определенный рейд для работодателя. Ну, и еще одна ситуация. На основном месте работы, допустим, у него продолжительный отпуск, продолжительность 42 часа. Например, это медицинский работник. Почему часа? Извините. Календарных дня, конечно. Допустим, это медицинский работник. Этот медицинский работник работает по совместительству в другом месте, где отпуск 28 календарных дней составляет. В результате он уходит в основном месте работы на 42 календарных дня, на работе по совместительству на 28, и плюс этот работодатель должен ему предоставить отпуск без сохранения заработной платы вот на кусочек того отпуска, который у нас получается. 42 минус 28 получается 14 дней. Вот 14 дней мы предоставляем аванс. Порядок предоставления ежегодного отпуска. С чего начинаем? У нас должно быть основание для предоставления отпуска. Это может быть инициатива работника. Помните, я приводила пример о том, что работник не попал в график отпусков или идет не по графику отпусков, и работодатель ставит резолюцию на этом заявлении. Либо работодатель должен известить об отпуске работника. Это уведомление, график отпусков и так далее. Не подняте, чем за 3 недели до начала. Далее издается приказ. Есть унифицированная форма такого приказа. Т6, Т6А. Предоставление отпуска работнику. И знакомим. Работника под подпись. Далее. Выплачиваем отпускные не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Вносим запись в личную карточку Т2, но вносим тогда, когда работник уже по факту вернулся из отпуска. Потому что могут быть ситуации отзыва из отпуска, продление отпуска, перенесение отпуска. Поэтому не торопимся. Дожидаемся, пока он вернется из отпуска. И затем уже вносим эту информацию. И также вносим информацию в табель учета рабочего времени. Мы это делаем каждый день. Работник находится в отпуске официально по приказу. Пишем ОТОТ. Также у нас есть документ, который называется график отпусков. У него мы тоже вносим информацию. По факту, когда работник возвращается из отпуска, мы заполняем график фактического использования отпуска. Вот такой порядок наставления. А мы переходим к третьему вопросу. Можно ли отозвать работника из отпуска в связи с производственной необходимостью? Согласно 125 статье, мы как работодатель можем это сделать, но только с согласия работника. Согласие должно быть письменное, безусловно. Для того, чтобы работодатель смог доказать, что да, такое согласие было. Но есть определенные категории работников, которых не допускается отзывать из отпуска, даже при их согласии. Это лица в возрасте до 18 лет, беременны женщины и работники, занятые на работе с вредными или опасными условиями труда. Четвертый вопрос. Должен ли работодатель продлевать или переносить отпуск в случае болезни работника? И наши ответы. Мы обращаемся опять к трудовому кодексу и находим в 124 статье следующую цитату. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Определяемый, обратите внимание, работодателем. Опять, законодатель дает возможность работодателю самому определить, если будем переносить, то на какой срок? С учетом пожелания работника. В случаях временной нетрудоспособности, исполнение работникам во время ежегодного оплачиваемого опыта государственных обязанностей и других случаев, предусмотренных трудовым депутатством или локальными нормативными актами. Что относится к государственным и общественным обязанностям? Например, избирательное право, если работник работает в комиссии, избирательной комиссии. Или в связи с осуществлением правосудия и участием в деятельности правоохранительных органов. Например, он является свидетелем по какому-то делу. Или в связи с выполнением воинских обязанностей. Например, военные споры. В связи с избранием на выборные должности государственные органы и органы местного самоуправления. Ну и в случае, если работника избрали в профсоюзные органы и комиссии по трудным спорам, то это также относится к государственным и общественным обязанностям. Вопрос пятый. Можно ли заменить представление отпуска денежной компенсацией? Ответ неоднозначный. Согласно 126 статье трудового кодекса, часть ежегодного оплачивания отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежная компенсация. А что из этого следует? Во-первых, по письменному заявлению, значит, работник, это инициатива работника, а работник пишет заявление. Второе. Может быть, замена, а может быть, и не заменена. У нас не написано, что работодатель обязан заменить. Нет такого. И еще одно условие, что отпуск должен быть более 28 календарных дней. В случае, если мы суммируем разные периоды отпусков, допустим, у работника 28 календарных дней он не использовал отпуск за два года подряд и написал заявление, прошу компенсировать мне ежегодно оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней, работодатель не имеет права этого сделать, потому что у него отпуск всего 28 календарных дней. Вот если бы была дополнительная часть какая-то, которую он может компенсировать, тогда при суммировании заменяется денежной компенсацией только та часть, которая превышает 28 календарных дней. Вместе с тем, есть категории работников, которым вообще не допускается замен денежной компенсации ежегодного оплачиваемого отпуска. Узнаете, да? Как правильно рассчитать количество дней компенсации за неиспользованные основные дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска при вольне? Для того, чтобы правильно рассчитать, нам нужно понимать, какие периоды мы будем рассчитывать, считать. Старый дающий право на ежегодно оплачиваемый отпуск, согласно 121 статье, включается в следующие периоды. Это время фактической работы, либо время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялся место работы. Например, выходные, праздничные дни или тот же самый отпуск, тоже входит сюда. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе. Работодатель увольняет работника, он через суд восстанавливается. Вот за все это время, пока работник был уволен и до момента восстановления, он имеет право на ежегодно оплачиваемый отпуск. А также период отстранения от работы работника, не прошедшего, обязательно медицинский осмотр не по своей вине. Это для определенных категорий. И обратите, пожалуйста, внимание, что если работник использовал отпуск без сохранения заработной платы в количестве 14 календарных дней в течение рабочего года, помните, что такое рабочий год, то в этом случае этот период тоже включается в стаживающие права на ежегодный оплачиваемый отпуск. В случае, если работник использовал большее количество времени отпуска, например, 15, 16, 17 календарных дней и так далее, то 14 календарных дней включается, все остальное идет с движения периода. Также движение периода происходит, когда у работника есть периоды, не включающиеся в стаж. Например, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, то есть так называемое отклонение. В том числе и вследствие отстранения от работы в случае предусмотренных статьей 76-й трудового кодекса. И еще время отпусков по уходу за ребенком до достижения его установленного возраста. Помним, что у нас есть отпуск по беременности и родам. Это вот сюда, время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. А время отпусков по уходу за ребенком, на нем тоже сохраняется место работы, он тоже фактически не работает. Но оно не дает право, не является стажем, который дает право на использование ежегодного плачевого отпуска. Сдвижение периода. Что такое сдвижение периода? Пример личной карточки работника. Работник за период работы с 13.01.2013 по 12.01.2014, это рабочий период, использовал ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней. И после этого сразу же написал заявление, и работодатель подписал это заявление, на предоставление отпуска без сохранения заработной платы в количестве 20 календарных дней. Как мы считаем? Мы помним, что стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается в 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы в течение одного периода. Это суммарно может быть. Значит, из 20 вычитаем 14, и у нас остается 6. Вот на эти 6 дней мы сдвигаем период. Обратите внимание, это не к отпуску и имеет отношение не к количеству дней отпуска, а именно к периодам. Раньше период начинался 13.01, теперь плюс 6 дней начинается 19.01.2014. И заканчивается тоже на 6 дней позже. 18.01.2015. Следующий период у нас так дальше и пойдет. Итак, перед тем, как рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск в количестве дней, нам нужно понимать, сколько это дней. И Ростуд пояснил в своем письме, ну, собственно, мы и сами можем рассчитать. Мы берем количество дней отпуска, положенное работнику, например, 28 кандидатных дней. Делим на 12 месяцев количество месяцев в году и получаем следующую картинку. 28 кандидатных дней, получается, в 2,3 периоде. То есть от работы в 1 месяц работник имеет право на 2,3 периода дня отпуска. Но это при условии, что у работника 28 кандидатных дней. Если 56 дней, то, естественно, это будет больше, это 4,66 будет. Это количество умножаем на общее количество отработанных месяцев. Обратите внимание, что от работы в каждый месяц у работника возникает право на какое-то определенное количество дней отпуска. Опять же, это из расчета 28 кандидатных дней. И от работы в 11 месяцев, помните, что отпуск, ежегодно оплачиваемый отпуск, он входит в рабочий год. И от работы в 11 месяцев работник получает 28 дней кандидатных отпуска так же, как если бы он отработал 12 месяцев. Видите, здесь одинаковое количество. Что касается округления. Округление, количество дней отпуска не предусмотрено. Вместе с тем, если работодатель все-таки решит округлить, то округляем его в пользу работника. Помните, не надо войти, и мы округляем в пользу работника. Пример. Работнику положена компенсация за неиспользованный отпуск в количестве 20,4 кандидата. Извините, десятый кандидатных дня. Если мы хотим округлять, то округляем в большую сторону, до 21. Ну и еще одно письмо Роструда, где поясняется, что принцип пропорциональности выплаты и компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении в случае, когда рабочий год полностью не отработан. В правилах об очередных и дополнительных отпусках, датированных в 1930 году, номер 169, в пункте 35, сказано, что при исчислении сроков работы, дающих право на компенсацию за опуск при увольнении, излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие менее половины месяца, округляются до полного месяца. Пример. У нас перед нами 5 кейсов. Дата приема и дата увольнения одинаковая. Отклонения где-то есть, где-то нет. Где-то использован отпуск, где-то нет. Вопрос, какую компенсацию мы будем использовать, как мы рассчитаем компенсацию за этот период. Мы рассуждаем следующим образом. Первое, что мы делаем, мы начнем с самого простого. Кейсы самой простой ситуации. Мы выписываем все периоды, за которые нужно предоставить отпуск к работнику. Суммируем это количество и у нас получается какая-то сумма. Вот пример, пожалуйста. Работник принят на работу 18.02.2011. Увольняется 9.04.2016. Вопрос. Компенсация за какое количество дней отпуска положена работнику. Выписываем все периоды. Первый период – дата начала работы. И на следующий год на один день раньше заканчивается. И вот этот период положен в 28 календарных дней. На второй период то же самое. С 12 по 13 год – 28 календарных дней. С 13 по 14 – 28 календарных дней. С 14 по 15 – 4 период – 28. И пятый период – тоже 28 календарных дней. А последний, шестой период у нас неполный. Работник не доработал до конца года и увольняется. Следовательно, мы начинаем рассчитывать. 18.02.2016. Он отработал ровно 2 месяца. Вернее так, он отработал 1 месяц и 23 дня. Мы помним, что излишки, составляющие более половины месяца, округляются до полного месяца. Поэтому 23 дня мы округляем до полного месяца. И получается 2 месяца. Отработав 2 месяца, при продолжительности отпуска 28 календарных дней работник получает право на 4,60 в периоде календарных дней отпуска. Складываем все эти дни отпуска. И у нас получается 144 дня и 66 сотых. Это первый кейс. Все понятно? Второй кейс. То же самое, но работник использовал свое право на ежегодно оплачиваемый отпуск, использовал 100 дней. Рассчитываем точно так же. Сначала мы выписываем все рабочие периоды по годам, а у нас их 5 полных, помните, и один, который мы округлили до 2 месяца. Складываем все это, и из суммы, которая получилась, 144 и 66, мы вычитаем уже использованное количество дней отпуска, а именно 100, и у нас получается ответ 44 и 66. Третий кейс. Дата приема, дата увольнения такая же, также использовал 100 дней отпуска уже, но при этом он отсутствует безуважительной причины в течение 18 дней. Не имеет значения, в какой период он отсутствовал. Он мог отсутствовать по одному дню в каждый период, или там по два дня. Это не имеет значения, потому что мы смотрим суммарно. И было бы правильно каждый раз, когда работник отсутствует, сразу же сдвигать этот период. Например, если в первом периоде он отсутствовал, то первый период должен уже начаться не с 18, а с 19.02, ну и заканчиваться позже. Но предположим, что мы пришли в организацию, когда уже все было сделано, вот мы только пришли, и выяснили, что нас поставили перед фактом, что работник использовал, значит, 100 дней отпуска и при этом отсутствовал безуважительной причины. Никто не сдвигал эти периоды, и поэтому при увольнении нам необходимо как-то рассчитать это все. Считаем точно так же. Выписываем все периоды. Последний период. Из последнего периода вычитаем 18 дней. Вот эти 18 дней, на которые мы сдвигаем период. И у нас получается 1 месяц, 5 дней, а 5 дней, помним, да, из правила, что исключается от подсчета, менее половины месяца, мы округляем до 1 месяца. 2.33. Складываем все периоды. У нас получается в ответе. 142 дня и 33 сотых. Вычитаем 100 дней отпуска, которые он уже использовал. В результате работодатель обязан платить компенсацию за 42 и 33 календарных дня отпуска. И еще один случай. Это отпуск без сохранения заработной платы в течение 50 календарных дней. Он использовал в течение 1 рабочего года. Помним, что работник имеет право, так же выписываем все периоды, имеет право на использование 14 календарных дней. Поэтому из этого количества, 50, мы вычитаем 14 календарных дней. И у нас остается 36. Вот он, 36. Это количество дней отпуска, на которые мы будем сдвигать период. Последний период у нас заканчивается, вот, да, и в последнем периоде 1 месяц и 23 дня. Вычитаем отсюда 36 дней календарных отпуска. Извините, дней отсутствия, это, конечно, отпуск без сохранения заработной платы. И у нас получается 0 месяцев, 17 дней. А 17 дней – это более половины месяца. И мы округляем до полного месяца. 2.33. Все это складываем. И у нас получается 142 и 33. Вычитаем использование дней отпуска. В ответе 42 и 33 календарных дней отпуска. И последний кейс. Когда работник использовал отпуск по ходу за ребенком в течение двух лет. Мы помним, что и отпуск 70 дней. Мы помним, что в этом случае период сдвигается. То есть за время нахождения работника в отпуске по ходу за ребенком ему не полагается отпуск, ежегодный оплачиваемый отпуск. Считаем, первый период у нас был полный. 18.02.2011 по 17.02.2012.28. Второй период тоже полный. 28.03. А третий период прерывает отпуск. 18.02.2013 год начинается третий период и заканчивается днем перед отпуском. 14.05.2013. Все правильно? Нам нужно посчитать, какое количество дней отпуска здесь. И после выхода работника из отпуска, отпуск заканчивается 14.05.2015 года, мы начинаем отчет. Значит, с 15.05.2015 выходит на работу, и мы начинаем новый отчет. Двойный период 15.05.2015 по дату увольнения. Тоже нужно посчитать. Округляем. Значит, у нас получается за первый период, за вот этот третий период, один месяц 26 дней. 26 дней больше, чем половина месяца. Округляем до полного месяца. 4.66. Во втором случае, в четвертом периоде, у нас оказывается 10 месяцев и 24 дня. 24 дня тоже больше половины месяца, тоже отправляем до полного месяца. 11 месяцев. 28 кандидатов дней. Все складываем. Спасибо. Все складываем, и у нас получается в результате 88.66. Мы читаем использованные количество дней отпуска, и в результате 88.66 минус 70. получаем 18,66 кандидатных дней отпуска, за которые необходимо компенсировать денежную пациенту выплатить. Мы переходим к седьмому вопросу. Какой ответственность несет работодатель за нарушение правил предоставления отпусков? Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. Годы имеются в виду рабочие, рабочие периоды. Работникам возраста 18 лет вообще каждый год нужно предоставлять отпуск, и работникам, занятым на работах с временем и опасным условием труда, тоже каждый год необходимо предоставлять отпуск. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков указана в статье 123, где написано, что очередность определяет работодатель в соответствии с графиком отпусков. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. И о времени начала отпуска работник будет извещен под ростность, не позднее, чем за две недели до его начала. Каким образом известить работников о начале отпуска? И Ростов нам объясняет, что есть разные варианты, например, отдельное извещение работникам, ознакомительные листы графику отпусков, ведомости зарплатные и заблаговременная подготовка приказов о предоставлении отпуска работника. И ознакомление с ним работников не позднее, чем за две недели до начала отпуска. Либо что-то другое, что работодатель сам может придумать в рамках трудового законодательства, естественно. Что касается правления или перенесения ежегодно-воплачиваемого отпуска в другой срок, согласованный с работником. Согласно 124 статье, если работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, он имеет право перенести отпуск на другой срок. Или производственная необходимость, когда предоставление отпуска работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. Или работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного отпуска, оплачиваемого, то есть за три дня. Мы обязаны произвести оплату не позднее, чем за три дня. Это 136 статья. При этом в 139 статье дано разъяснение о том, как правильно рассчитывать средний дневной заработок для оплаты ежегодного отпуска. Или выплаты за компенсацию за неиспользованный отпуск. Мы берем все предусмотренные системы оплаты труда в виде выплат, а система оплаты труда должна быть зафиксирована в локальном нормативном акте. Делим это на 12 и узнаем среднемесячный заработок. И делим на 23,3 дня. То есть среднее количество дней в месяц. Со 2 апреля 2014 года вступили изменения. Раньше было 24,4, сейчас 29,4, сейчас 29,3. Ну и в случае, если работодатель не выплатил отпускные за 3 дня до начала отпуска, работник имеет право перенести отпуск, либо, согласно 236 статье, работодатель обязан выплатить отпускные с уплатой процентов за каждый день задержки. И, наконец, самая главная ответственность это статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. В эту статью были внесены изменения. И с 2014 года мы уже работаем с этими изменениями. В 2015, извините, мы работаем с этими изменениями, где сказано, что нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормативного права, влечет за собой либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. И дальше мы видим, что штраф до 50 тысяч рублей. А совершение административного правонарушения, предусмотренного отчасти первой, лицом ранее подвергнутым административным наказанием за аналогичное административное правонарушение, штрафы больше, тоже штраф у нас, до... до 70 тысяч рублей. Мы это видим, да? То есть штрафы увеличились, все это у нас суммарно происходит, поэтому невыгодно нарушать трудового законодательства. И несколько слов о судебной практике. Я взяла только три варианта, три последних, за 2016 год, таких свеженьких, да? Давайте посмотрим, что здесь происходит. Итак, первое. Отпуск в летнее время. В 2016 год, это вот 31 марта, совсем недавно было. Что произошло? Работник обратился в суд с иском к работодателю о признании приказа работодателя недействительным о предоставлении отпуска. И обязание работодателя предоставить ему очередной отпуск в соответствии с предварительно согласованным мастером по графикам или в летнее время. Дело в том, что этот работник обсудил со своим мастером, что он пойдет в отпуск летом. А при разработке график отпусков это не учли. И в график отпусков опять поставили зимнее время. Он три раза уже был зимой в отпуске. И в частности, в 2014 году, как следует из этого дела, он пошел в отпуск в январе по собственным желаниям. Так как хотел посмотреть Олимпиаду. Это все зафиксировали. И в этот момент тоже поставили в зимний период. Когда он пришел в отдел кадров, то его попросили подписать график, согласно которому отпуск он предоставляется опять зимой с 25.02.2016 года. Он отказался подписывать график, о чем был составлен акт об отказе. В результате, заслушав стороны и исследовав письменные отказательства, суд пришел к следующему выводу в иске отказать. На чем основывается решение суда? На том, что у нас есть 123 статья этого договора кодекса, где написано, что график отпусков утверждается работодателем. И работодатель самостоятельно принимает решение о том, кто и когда пойдет в отпуск. Второй случай судебный. Отпуск по заявлению. Тоже совсем недавно. Это было 15 марта 2016 года. Что здесь произошло? Работник, дворник уже однажды судился с этим работодателем в связи с тем, что с ним был заключен гражданско-правовой договор. Не трудовой договор, а гражданско-правового характера. Естественно, с ним заключили трудовой договор, и после этого опять произошел случай. Работник обратился в суд с тем, что ему не выдают спецодежду, моющие средства для выполнения работы, поскольку работа связана с уборкой мусорной камеры, чем ответчик нарушает обязанность по обеспечению безопасных условий труда. И также он попросил обязать ответчика, то есть работодателя, предоставить ему очередной отпуск, выдать ему специальную одежду и так далее. Вот в этом случае мы будем говорить об очередном отпуске. И также он написал просьбу взыскать с работодателя или компенсацию морального вреда. Как рассуждает работодатель суд? Судья. Он рассмотрел все обстоятельства дела, и согласно предоставленному графику отпусков, утвержденному приказом директора, работнику надлежало предоставить отпуск продолжить 28 рабочих дней, установить срок. Но в этот срок отпуск работнику не предоставлялся. Причем до сих пор, то есть работник не использовал этот отпуск, и не было никакого соглашения с работником. То есть он не писал никакого заявления о переносе, ничего такого не было. Доводы ответчика о том, что право на предоставление отпуска возникает при подаче соответствующего заявления, независимо от графика отпусков, не основано на законе. То есть работодатель рассуждал в следующем образом. Да, я составил формальный график отпусков, но мои работники перед тем, как идти в отпуск, пишут заявление. Если ты не написал заявление, значит ты не идешь в отпуск. В результате, как вы видите, суд все-таки первично признает график отпусков, и написание заявлений не является обязательным. Тем более, работник идет по графику отпусков. Поскольку работник написал, что он испытывает моральные страдания вследствие нарушения им трудовых прав, ему обязанным выплатить, то суд принял следующее решение. Обязать ответчика предоставить работнику очередной оплаченный отпуск, вырез специальной одежды, специальную обувь и так далее, взыскать с работодателями в пользу работника компенсацию морального вреда. То есть мы видим, что в некоторых случаях суд выигрывает работники, в некоторых случаях работодатели. Ну, вот в данном случае суд встал на сторону работников, потому что были явные нарушения. И еще третье судебное разбирательство, 29.03.2016, тоже было совсем недавно. Что здесь произошло? Работница обратилась, контролер-кассир магазина, обратилась в суд с просьбой признать приказ работодателя о предоставлении отпуска частями незаконным и обязать предоставить ей ежегодно оплачиваемый отпуск, взыскать компенсацию морального вреда в размере каком-то там и расходы на оплату услуг представителя, то есть адвоката. Суд рассмотрел это дело и выяснил следующую вещь. Работнику был предоставлен основной оплачиваемый отпуск и с приказом о предоставлении отпуска работника ознакомлен под подпись, то есть поставил подпись, да, что я знаю об этом. В указанном приказе период находилась в очередном отпуске. Несмотря на то, что отпуск представлялся частями, она подписала этот приказ и, в общем-то, использовала свое право, находилась в отпуске. При таких данных судебные коллеги считают, что между странами было достигнуто соглашение о предоставлении истинции отпуска частями, хотя и не было заявления с просьбой о предоставлении этого отпуска. И дальше. Она читает, что... Коллеги считают, что работодателям из суда численно денежная компенсация за неиспользованный отпуск, полученная работником по платежным ведомствам к приходному ордеру. То есть одну часть использовал работник, а вторую выплатил при увольнении как компенсацию. И далее. Поскольку в удовлетворении указанных исковых требований судом отказано, то отсутствует законное основание для взыскания соответствующих компенсации морального вреда судебных расходов. Решение было оставить без изменений и апелляционных жалобов, без удовлетворения. В данном случае суд выиграл с работодателем, хотя и не все документы были у него правильно оформлены. Вот такая судебная практика. Поэтому нужно быть очень внимательным при представлении отпуска работников. Итак, вопросы, которые мы сегодня рассмотрели на нашем вебинаре. Какие виды отпусков предоставляются работникам в 2016 году? Как правильно оформить основные ежегодные оплачиваемые отпуска? Можно ли отозвать работника из отпуска в связи с производственной необходимостью? Должен ли работодатель продлевать или переносить отпуск в случае болезни сотрудника? Можно ли заменить представление отпуска денежной компенсацией? Как правильно рассчитать количество дней отпуска за неиспользованное основное и дополнительное ежегодное оплачивание отпуска при волнении? И какую ответственность несет работодатель за нарушение правил уставленных отпусков? Перед тем, как ответить на ваши вопросы, я бы хотела задать вам вопросы и понять, усвоили вы этот материал или нет. У нас будет 5 вопросов с вариантами ответов. И мы с вами сейчас покажем, что мы знаем. Вебинаристы могут писать, ну а очные слушатели у нас будут отвечать. Итак, вопрос первый. Если работник приступил фактически, начал работать 20.04.2016, то когда у него закончится первый рабочий период? Варианты ответа. 31.02.2016, 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017 или 31.12.2017. Имеется в виду, что никакого сдвижения периода не было, никаких отклонений. Итак, правильный ответ. Ну вот, и вебинаристы нам пишут второй вариант. Все выбрали второй вариант. 19.04.2017. Все согласны? Отлично. Молодцы. Хорошо, спасибо. Дальше читаем. Когда работник должен быть на работу, если отпуск у него 28 календарных дней, начинается 15.02.2016. Ну, лучше всего, конечно, по календарю посчитать. Я полминутки даю, если есть календарь, или на пальцах, как вам удобно. Ну, а варианты я на всякий случай вам покажу. Вот несколько вариантов. Пожалуйста, посчитайте и скажите, какой правильный ответ. Какой вариант выбираете? Второй вариант. Да, и вебинаристы у нас тоже второй вариант. Мы выбрали, действительно. 239-я статья. Делим на 12 и на период 29.03. Ну, и последний вопрос. Компенсацию за сколько дней отпуск работодатель должен оплатить увольняющемуся работнику за период работы? Работник принят на работу 08.08.2014, уволен с работы 20.04.2016. Варианты ответа на экране давайте посчитаем. У вас есть пример. Давайте рассуждать. Итак, за первый период с 08.2014 по 07.08.2015 работнику полагается 28 календарных дней, верно? Второй период у него не полный. 8 месяцев с 08.08.2015 по 20.04.2016. Получается 8 месяцев и 12 дней, верно? 12 дней меньше половины месяца, поэтому мы округляем до 8 месяцев. Отработав 8 месяцев, умножаем на 2.30, у нас получается 18.64. 28 плюс 18.64. Правильный ответ. 46 и 64. Да? Все правильно. Спасибо. Вот правильный ответ. 46 и 64. 13 дней, да? Посчитаем. 13 дней. Еще раз напоминаю, что схема прохождения наших курсов... Да, да, сейчас я отвечу на все ваши вопросы. Схема прохождения наших курсов мы приглашаем вас на курсы, которые вы еще не посетили. Уверена, что они будут вам полезны. И документы об окончании. Кроме свидетельства на русском языке, вы можете получить сертификат на английском языке, диплом о профессиональной переподготовке, его удостоверение о повышении квалификации. Если возникнут вопросы, пожалуйста, отправляйте их на почту info.specialist.ru Всем спасибо. И до встречи на наших курсах и других семинарах. Спасибо.